МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красивая дата. 18 августа 2018 года. Край накроет свадебный бум. Итак, с сегодняшнего дня по 21 августа на территории края действует штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой и высоким классом пожароопасности. Учитывая, что в некоторых районах региона воздух прогреется до 30 градусов, возможно увеличение количества бытовых пожаров, возникновение лесных и степных. В МЧС края просят быть предельно внимательными при обращении с огнем, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву. В ведомстве напоминают номер телефона пожарно-спасательной службы 01. Все большую популярность в интернете набирает видео, снятое несколько дней назад у протоки пивоварки. Водоем окрасился в мутно-белый цвет. Молочная река привлекла внимание многих пользователей. Как выяснилось, этот случай далеко не единичный. Позже к ситуации подключился Росприроднадзор и появилась официальная версия о том, откуда в пивоварку стекает мутная жидкость. Давайте послушаем вместе. Эти кадры были сняты на следующий день после появления ролика о молочной реке в сети. Как видно, вода почти прозрачная. Вновь белая река стала сегодня утром. Правда, оттенок не такой насыщенный. Как нам рассказал местный житель Иван, за изменением цвета пивоварки он наблюдает ежедневно. Ну вот сейчас время обед. Эта белая муть прошла уже, как видите, река прозрачная. Но уже несколько дней подряд с утра, то есть эта ситуация повторяется. Мнений об источниках выбросов в интернете множество. Кто-то предполагает, что это краска, кто-то, что жидкие бытовые отходы. Иван уверен, это точно не канализация. Так окрасить воду могли только технические предприятия. Это, безусловно, предприятие. И сливают примерно на промежутке, начиная от Кутузова и до строителей. Вот в этом промежутке где-то из-за предприятия находятся цементный завод, еще не знаю, какие там асфальтовые. Как отмечают эксперты регионального Росприроднадзора, жалобы на внешний вид пивоварки поступают каждые полгода. Яркий пример тому произошел в 2017 году. Среди зимы река внезапно позеленела. Тогда в составе воды обнаружили безобидный пищевой краситель. Другой случай показал, что концентрация вредных веществ в реке превышена в 200 раз. Сейчас Управление Росприроднадзора проводит проверку по факту окраса пивоварки в белый цвет. Предварительно специалисты выдвигают следующую версию. В реку стекают жидкие отходы из городской ливневой канализации в районе улицы Енисейская. А вот как попадает окрашивающее вещество в ливневую канализацию, установить до настоящего момента не удалось. К сожалению, пробы воды были отобраны. Ожидаем мы результатов примерно к 22 августа. И вместе с результатами эксперты сделают нам заключение экспертное о токсичности или нетоксичности этих стоков. К слову, река Пивоварка является объектом Федерального государственного экологического надзора. И ответ на вопрос, почему она систематически подвергается загрязнению, мы рассчитываем получить вместе с результатами проверки. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. Ни одна из сторон не пришла на предварительное заседание. В арбитражном суде накануне вновь рассматривали дело компании СЭЛФ против регионального Минздрава. Правда, Краевое ведомство заявило ходатайство о проведении заседания в их отсутствии. К тому же, направило встречные иски строительная компания взыскания неустойки в размере почти 19 миллионов рублей, а также 6 миллионов 120 тысяч по двум контрактам. Представители СЭЛФа на заседание не явились уже во второй раз. Напомним, подрядчик требует с Минздрава 7 миллионов рублей по контрактам на строительство перинатального центра ДАР. Один из них был заключен еще весной 2017 года, другой осенью 2016. Накануне СЭЛФу судья предложил представить отзыв по встречным искам от Минздрава. Предварительное судебное заседание отложили на 12 сентября. Плюсов нет, одни минусы. Так оценивают переезд из Дворца спорта в Карандин арену родители воспитанников детской хоккейной школы Алтай. Неделю назад юные хоккеисты и их старшие товарищи были вынуждены покинуть родную площадку. Дворец зрелища спорта закрыли из-за нарушения пожарной безопасности и когда откроют, неизвестно. Так чем недовольны родители и как, по их мнению, можно сохранить будущее алтайского хоккея в нашем материале? Ярослав возвращается с тренировки. В руках огромный бау, в котором вся амуниция юного спортсмена. У вратаря ее гораздо больше, чем у других. После того, как переехали в арену на жасминную, вещи приходится возить с собой на каждую тренировку. Благо, что почти за всеми хоккеистами приезжают родители. Кроме как на машине, по их словам, добраться сюда невозможно. Дети не в состоянии доехать до этого месторасположения географического, не в состоянии таскать баулы. Форму сушить негде, оставлять негде, полный бардак. Форму пока сушат на газоне, погода позволяет. Так называемые сухие тренировки на физическую подготовку тоже проходят на улице. А вот и сама раздевалка, которую 10-летним мальчишкам приходится делить со своими старшими товарищами. Нравится вам здесь? Да. Хорошо, да, здесь? Лучше, чем во дворце спорта? Нет. Сами хоккеисты, судя по лицам, сильных неудобств не ощущают. Гораздо больше и приходится терпеть юным фигуристам, также переехавшим из дворца спорта. Руководство Карандин-арены не отрицает. Есть группы, которые выходят на лед в 7 утра. В другое время он просто занят. Здесь я не вижу ничего преступного. В старом дворце было точно так же все. Никто там не занимался с 9 утра до 9 вечера. Конечно, вместить две школы сложно, но тем не менее можно. И мы стараемся это сделать. И я думаю, что в ближайшее время все неудобства у родителей уже пропадут. В ближайшее время, по словам руководства Карандин-арены, решится вопрос. И с раздевалками их уже строят. И с автобусами в этой ситуации обещал помочь спорткомитет. Однако главный вопрос всех без исключения родителей спортсменов. Как случилось, что в столице края оказалось всего два ледовых дворца, один из которых закрыли, актуальности не теряет? Президент объявил, что хоккей является у нас одним из основополагающих видов спорта. Наверное, существуют какие-то программы по финансированию развития. И мы видим, что в других регионах, в Кемеровской области или в Новосибирской области, эти программы работают. Только в Берске есть пять ледовых модулей. Где наши руководители? Почему их нет? Почему нет модулей? Нам не нужен этот дворец спорта на пять тысяч. Нам нужен обыкновенный модуль, где бы занимались дети. Кстати, еще один ледовый дворец в Парнауле начинали строить семь лет назад, в 2011 году в центре города, на проспекте Сибирском. Сначала все ушло хорошо, пока строительство финансировала федеральная программа. Дворец передали спортуправлению и даже обозначили время окончания строительства, 2014 год. Однако до сих пор дело не сдвигалось с мертвой точки. Почему-то спорткомитет вспоминает о заслугах наших детей, ну и в дальнейшем уже взрослых спортсменов, только когда они приезжают с большими золотыми кубками. Правда, в СМИ появилась информация, что строительство арены в Сибирском возобновят. В Рио губернатора дал распоряжение разобраться с проблемами, которые возникли после закрытия дворца спорта. Есть даже цифры, что арена сможет принять 800 зрителей. Должен продолжить работу и дворец спорта, который закрыли 8 августа. В пресс-службе правительства отметили, что собственникам необходимо более оперативно решать вопросы сохранения и развития здания. А пока тренироваться фигуристы и хоккеисты продолжат в арене, на жасминной, в тесноте и в обиде. Татьяна Голубева, Павел Лауренин. Наши новости. На защиту природы Алтайского края встали общественники. Сегодня несколько десятков инспекторов в области охраны окружающей среды получили удостоверение. Теперь они, наряду со штатными работниками сферы, будут следить за соблюдением природоохранного законодательства. Одна из причин, по которой Минприрода обратилась за помощью к общественникам – недостаток финансирования сферы и, как следствие, дефицит кадров. Сегодня в штате Министерства около 130 государственных инспекторов, тогда как с учетом площади Алтайского края их должно быть не меньше 260. Теперь к ним на помощь почти 100 общественников. Это люди из разных районов края, главы поселковых советов, учителя, предприниматели. Теперь они могут на законных основаниях останавливать нарушителей, вести их фото-видеофиксацию, сообщать о нарушениях правоохранителям. Я думаю, что они окажут реальную помощь в работе по охране от незаконных рубок, по охране окружающей среды. Конечно, они будут работать в тесной упряжке с нашими инспекторами, без этого не обойдешься, но это реальная помощь. Институт общественных инспекторов – новинка для Алтайского края. Он начал работать только в этом году. Отметим, общественные инспекторы не пользуются льготами, не получают за свою деятельность зарплату. Они признались нам, что занимаются природоохраной по велению души. Минприроды пояснили, что подать заявку и пройти несложный экзамен на звание общественного инспектора может любой желающий, начиная с 18 лет. Облава спецназа по ошибке в историю с масками и с автоматами попала семья Волжениных из Барнаула ранним утром. Каково это – просыпаться под звуки бьющихся стекол, узнавала Анастасия Дороган. Вот так вот ошибка полиции к чему приводит. Лужа крови, разбитые окна, недоброе утро Инги. От звука бьющегося стекла она в тот день и проснулась. Прибежала на шумом, в ее дом лезет человек в маске с автоматом. Я через стекло его давай выпихивать. Он меня… Но в итоге все равно толкнули. Схватка со спецназовцем завершилась не в пользу Инги. Три глубоких пореза руки и синеньки на теле. В это время с непрошенным гостем знакомилась мама женщины. В голову ты дружишь? Я говорю, я дружу. Я ему сказала, да, я дружу. Он говорит, хорошо. Тогда показывайте, где отпрятали. Говорю, ну где кого? Еще раз, скажите фамилию сами, кого вы ищете. Они говорят, Данилов. Все это, все, что они мне сказали. Говорят, да мы же не Даниловы, мы Волженины. То ли тут они мне сказали, что мы уже поняли, что вы не цыгане. Юмор ситуации Инги понятен. Но дома одна не остается. Боится и ходит, оглядываясь. Больше всего тут переживают за четырехлетнюю Злату. Сильный стресс, опасаются родители, может запустить у ребенка болезнь, связанную с нарушением активности головного мозга. Сидим, она в комнате вся играется, убегает. Мамочка там что-то громыхает, может быть, говорит, к нам опять лезут. Мужин Гео Андрей во время облавы был в командировке. По приезду поменял окно, теперь лечит своих женщин и разгребает последствия. Вообще, пространство такое. Я не знаю, как бы я себя повел в такой ситуации. Ну, по голове, наверное, точно я отюхнул чем-нибудь. А что бы получилось с этого, я уже не знаю. Слава богу, не было. Окончательно убедить силовиков в своей ошибке смогла лишь домовая книга. За все годы здесь не числился ни один Данилов. А все, что люди теперь знают о нем, что он цыган и вор. По словам супругов, командир группы захвата позже принес им извинения. Но семье хотелось бы найти того, кто перепутал адрес. И обидно говорят, что силовики не признают за собой вины в причинении травмы. Что я сама себя по неосторожности или нечаянно повредила руку. Я говорю, я не сама себе, а вследствие действий сотрудников повредила себе руку. Волшинины написали заявление в полицию о неправомерных действиях силовиков. Следственный комитет проводит проверку. Решение о ремонте здания, в котором тренируется известный спортсмен Сергей Шубенков, еще не принято. Из краевого бюджета может потребоваться 15 миллионов рублей. Об этом сегодня заявила временно исполняющая обязанности руководителя управления спорта и молодежной политики края Елена Лебедева. Тема с закрытием тренировочной базы стала сегодня центральной во время пресс-конференции с участием самого Сергея Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова. Правда, собирались скорее по другому поводу. Спортсмены поделились эмоциями от выступления на чемпионате Европы, где им удалось завоевать серебряную медаль турнира. После знаменитый тандем рассказал, что зимой им просто будет негде тренироваться. Сооружение, построенное в 90-х на территории училища Олимпийского резерва, сейчас закрыто. Якобы, по мнению руководителя училища, здание признано аварийным. Им протекает кровля, разрушается одна из стен. В итоге, под угрозой срыва, подготовка Шубенкова к Олимпийским играм в Токио. Сейчас тиры тут уйдут, не дай бог. Нам негде зимой тренироваться, реально негде. Теперь что сказать, ну я не знаю. Я, собственно говоря, озвучил свою позицию, что мы хотим донести ее до руководства края. Мне помогли, мы были у замгубернатора, но я все равно хочу с губернатором увидеться и вот это все обговорить, чтобы понимание как бы было. Комиссия по делам несовершеннолетних заинтересовалась содержанием и качеством лечения сиамских близнецов из Шипуновского района. После того, как мы рассказали в эфире о жизни пятилетних близняшек-инвалидов, на семью обратили внимание органы опеки, соцслужба и прокуратура. Заседание назначено на 21 августа. По словам Елены, прошедший год она не возила девочек на реабилитацию в Барнаул из-за своей болезни ног. В остальное время это было невозможно, так как в семье нет специальных колясок для инвалидов, которые бы подходили девочкам, в особенности Виолетте. Осложненная ДЦП изогнула ее тело так, что стандартные размеры колясок и крепления не помогают. Больше всего Елена боится, что ее могут лишить родительских прав. Каждый день до через день нас посещают. Что-то не так. За шесть лет у меня никого не было здесь. Никого. Я говорю, если даже кто-то приезжал, просто попутно, вроде как бы просто для любопытства поинтересоваться. Живы, здоровы. Я говорю, я за шесть лет ей сохраняла жизнь, как могла. Кормила ее из ложечки и капельки добавляла. И я же осталась плохая мама. Чемпионат мира по бизнесу прошел накануне в Барнауле. Ведущие предприниматели края сражались за призовые места и медали. Эту ежегодную встречу вновь организовал издательский дом «Алтопресс» при поддержке крупнейшей строительной компании региона «Жилищная инициатива». Что называется без галстуков. Каждое лето предприниматели края находят возможность, чтобы пообщаться в непринужденной обстановке. На этот раз встреча представителей бизнес-сообщества проходила на территории спортпарка Алексея Смертина. Место дислокации ежегодно меняется, а вот организатор не изменен. Издательский дом «Алтопресс». Есть повод начать какие-то контакты и контракты. И мы очень хорошо видим, что некоторые алтайские предприниматели, производители разных наших с вами прекрасных продуктов, стали лучше входить в местные сети после того, как поучаствовали в этих встречах. Крупнейшая строительная компания региона «Жилищная инициатива» постоянно участвует в летних встречах предпринимателей. Более того, она вновь является генеральным спонсором мероприятия. Добавим, что в этом году «Жилищная инициатива» отметила 20-летие с момента своего создания. За время работы компании было построено более миллиона квадратных метров жилья. Десятки предприятий общественного назначения, школы, детские сады. И такие встречи дают старт новым идеям. Мы предлагаем новый проект. У нас есть очень много пустующих площадок. Мы хотим весь город сделать вот таким же процветающим, с такими же площадками. Среди собравшихся представители практически всех сфер бизнеса. По словам уже известных и успешных предпринимателей края, ежегодно на подобных встречах появляются все новые лица. А это значит и новые перспективные знакомства. Это дает возможность в деловой обстановке решать многие вопросы просто по звонку, не обязательно выезжая и встречаясь. Конечно, документы оборот никто не отменял, но тем не менее. Очень рады встретить наших старых друзей, наших партнеров, клиентов, руководителей крупных компаний и пообщаться в такой непринужденной, очень простой, комфортной обстановке. Завершилась летняя встреча предпринимателей праздничным салютом, таким же ярким, как новые деловые планы и проекты, рожденные в непринужденной обстановке. Завтра многие города России, в том числе и Алтайского края, накроют свадебный бум. Всему виной красивая дата – 18.08.2018. Молодожены все чаще стараются скрепить свой союз в особенный день. Они верят, что тогда брак будет крепким. Например, в ЗАГСе города Бийска торжественные регистрации начнутся в 8 утра и продлятся до полуночи. 18.08.2018 стать мужем и женой там пожелали 40 пар. Красивой дате в Бийске даже посвятили акцию «Свадебная ночь». В завершении выпуска по традиции о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в Крае ясно, без осадков и по-настоящему жарко. Температура в Заринске 27 градусов, в Белокурихе и Камни наобид до 28. В Рубцовске воздух прогреется до 29. В Барноле также ясно, ветер с северо-западный слабый. Ночью около 15 градусов выше нуля, днем до 29 тепла. И на этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции Барноле прежней – 722-440. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Иван Усатюк на фронте 41-го года. В 44-м прямой наводкой уничтожил несколько огневых точек врага. Когда противник атаковал батарею с тыла, в упор картечью расстреливал атакующих, а затем участвовал в рукопашной схватке. В итоге уничтожил больше 70 врагов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.